Я устал. Я ухожу. Твой формат закрыли? Нет! Твой формат будет! Ждем ваши смешные фотографии и забавное видео на наш почтовый ящик. Для участия в гонках, как правило, нет каких-то ограничений. Главное желание и, конечно же, наличие автомобиля. Причем неважно, каким авто располагает участник. Будь то старенькая отечественная Лада или же мощный иностранец-внедорожник. Организаторы учли вероятность того, что желание поучаствовать будет у владельцев разномастных машин. Поэтому борьба шла в разделении по классам. О том, что автогонки подобного рода интересны публике, можно было судить по количеству припаркованных вокруг трассы и местного парка Победы автомобилей. Да и количество заявленных участников было достаточным для того, чтобы занять внимание зрителей и болельщиков практически на целый день. Во-первых, у меня автомобиль уже подходит к ремонту. Я решил, что раз делать его, лучше делать с музыкой, как говорится. Сначала добить, а потом отремонтировать. Вот поэтому и решил проехать, выехал, попробовал. Ни на что не рассчитываясь, честно, просто хотелось участия. У нас же, сами понимаете, главное участие. Автопробегом по бездорожью участники ударяли в нескольких классах. Это стандартные переднеприводные, заднеприводные и полноприводные авто. Также отдельно соревновались авто класса полный привод спорт, квадроциклы и мотоциклы. Последних было по 4 и 3 участника соответственно. Победители гонок получили призы и подарки от спонсоров. А общий призовой фонд соревнований составил 50 тысяч рублей. Олег Манваров, Дмитрий Кузнецов, информационная программа «Время новостей». Корректор А.Кулакова